привет друзья видеоканал русская америка меня зовут юрий моша я еще неделю назад хотел рассказать эту историю что-то потом забыл про нее и вот сейчас вспомнил расскажу вам 5 заботится когда мне рассказали ее я начале не поверил и сказал такого быть не может слушать внимательно но когда я встретился с этим человеком я общался глаза в глаза понял что человек не обманываешь это реальная история стопроцентная правда девушка рассказываю историю девушка россиянка она не могла попасть в америку и оказывали визе она решила пойти на такой шаг как перейти границу но не мексиканскую как история некоторых наших знакомых и помните женю на видео подробно рассказал переходил мексиканскую границу когда тоже отказывали визе еще две истории я рассказывал людей которых я лично знаю она переплыла с багамских островов на лодке и вышла во флориде сейчас находится в нью-йорке в америке и никто не задержал я тоже спросил первый вопрос как там же есть погранслужбы военные охраняющие берега флориды от кубинцев и так далее нет на обыкновенной к катерной лодки за три часа с багамских островов она переплыла ну скоростная лодка и вышла в палм-бич и все вот такая вот история ну понятно что это все за деньги делается понятно что есть какие-то там перевозчики которые владеют лодками берут их в аренду и перевозят так людей что такая коротенькая история история из жизни ну конечно себе задержали она попросила политического убежища она подготовленная была то есть чтобы она попросила политику и арестовали бы посадили в тюрьму конечно было бы худо человеку наверное я не знаю какое наказание грозило бы тому кто переводить перевозил ее хотя он мог сказать я не знал может быть наверное все таки окна что декларировать нужно не знаю не знаю правила прямо уточни у меня есть еще незнакомый владеет яхтой уточню знает он это или не знает но она папа она попросила бы политику под бонд могла бы выйти под залог что эти способы перехода границы они конечно сейчас очень актуальны особенно для людей которые не могут получить визу но преследуются в стране в своей ничего в принципе не нарушают прося границу на на границе про себя политическое убежище хотя это я самого первого ролика говорил о том что неправильная мысль делать так лучше добиваться визы что тюрьма и миграционная тюрьма это тюрьма лучше делать все правильно и те кто слушает те кто правильно слушает тетка то действительно понимает как правильно как неправильно да и делает как правильно тех все получается а те кто делают как они хотят сделать и потом страдает ну ей конечно очень повезло и конечно очень повезло это неправильное было решение и очень большой риск а если бы он ее там не знаю взял бы деньги и скинул бы забор и акулы по ее съели могло бы такое быть могло кто там в океане по узнал или когда вот переходят границу когда саша переходил границу уже рассказывал вам историю и уже три раза пытался переходить к границу зритель русской америки потом он из банки меня нашел и сказал юра чё не помните он там звонил я уже здесь его кидали обманывали то есть платил деньги каким-то мексиканцам которые вот теперь переводили только на третий раз у него получилось не знаю я думаю что это очень-очень рискованно есть кто-то готов сидеть тюрьме да там например у вас там нет денег потому что выйти под залог вы просидите как как женя в итоге и запорожье простите долгое время явно не загорая под пальмой будете жить это время тяжелых условиях иммиграционной тюрьмы конечно над вами там не будут издеваться как в российских тюрьмах не убьют но все равно тюрьма это есть тюрьма ну вот так вот люди добираются в америку кто на плотах кто на лодках кстати знаете да наверное обращаюсь ко всем зрителям если не знаете посмотрите мое видео на канале когда мы с алексеем из майами снимали видео рассказывал свою историю родился в украине но папа был кубинец и получил кубинские документы а есть закон который называется закон суши то есть ты должен вступить ногой на землю америки как только ты ступил ногой на землю америки то и ты кубинец если кубинец то ты сразу автоматически у тебя получаешь политическое уверенность автоматически не не надо доказывать ничего не нужную историю вот просто если ты кубинец тебе дают грин карту всякие бенефиты бенефиты американского государства поэтому так много здесь и кубинцы их много и особенно в майами целый район и кубинские ну вот лёша также кубинец и остался жить в майами алексей калмыков смотрите его у него это тоже есть канал на ютубе снимает много что истории такие есть я не знаю отменят этот закон или нет сейчас там с кубой обама помирился американцы вроде уже разрешили летать на кубу раньше это была страна враг ну конечно враг она стала больше всего уже из-за советского союза да много кстати есть на эту тему очень фильмов когда советские ракеты устанавливали на кубе а американцы в турции устанавливали были такие вот моменты в жизни государств холодная война хотя сейчас тоже отношения очень плохие между ними сейчас на россии говорим главный правоприемник советского союза отношения очень плохие но несмотря на это визы дают нормально кто хочет тот уезжает я всем нашим филиалам а мы сейчас интенсивно будем открывать филиалы в россии я сейчас буду делать все возможное чтобы нам в сибири открыться ввиду переговоры уже с новосибирском и с омском так вот к нашим филиалам обращаюсь что вы делаете очень хорошее дело вы очищаете россию от людей которые не хотят там жить а это в основном люди интеллектуальные это люди в основном грамотные это люди в основном которые хотят чего-то большего они не хотят поклоняться путинской власти не хотят чтобы над ними издевались чтобы нарушались их права чтобы чиновники коррупционеры менты прокуроры судьи и прочие ублюдки жили и наслаждались и грабили простой народ то есть это люди с очень хорошим интеллектом с силой воли с характером нормальным поэтому вы очень делаете хорошее дело что вы помогаете очистить путинскую россию от нормальных людей а там останется ну те кто будут преклоняться те кто будут ходить кивалами на выборы просто не все это понимают как бы как кто-то знаете просто вот в оболочку такую вот в пузырь такой одеваются и ничего не вижу ничего не слышу лишь бы меня не трогали это в основном предприниматели вот так себя ведут я прекрасно понимаю что тяжело бросить тяжело уехать тяжело бросить то что там строил много лет и думал что когда то что то изменится да и я такой же был тоже было очень тяжело несмотря на там год проблем я до последнего держался и думал ну вот 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 разрешится вот 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 так вот так устроен человек тяжело я конечно восторгаюсь людьми которые принимают решения даже если их там не преследуют допустим или там не забирают бизнес как у меня ну вот например если говорим о предпринимателях которые опять эта дорога которая очень-очень ребристая и камера вечно падает на этот момент ух ты закрыты здесь изи пассы понятно так ребята пропустите меня вот так вот ремонт какой-то что ли сделать не понял восторгаюсь этими людьми которые все-таки уезжают и начинают новую жизнь хотя первое время тяжело всем тяжело даже предпринимателям с украинцами кстати проще как-то вот не знаю вот украинцы они да не играют грин карту да там миллион триста человек все-таки вот смотрите какая страна в три раза меньше чем россия какое количество до россии там сто сорок миллионов и триста тысяч человек потому что там все-таки более свободолюбивый народ более заточен под демократические ценности более которые ну правильные у него наверное мышление украинского народа в основном все-таки не знаю россияне какие-то вот зазомбированные жалко мне немножко россиян зомбированные я не то что там сейчас пытаюсь там знаете сравнивать два народа и говорить вот русские плохие украинцы хорошие я же сам русский я сам россиянин и ну просто вот живя здесь и сталкиваясь вот если взять там типичного россиянина и типичного украинца украинец более свободно мыслит россияне зазомбированы вот как-то они сжаты все и даже вот здесь это чувствуется когда они приезжают они как-то всего боятся наверное вот вот эта путинская власть она все-таки так делает что люди боятся всего ну каждый выбирает свою жизнь у каждого своя судьба пока можно выезжать надо уезжать кто хочет а то потом могут еще все-таки правда ввести эти выездные визы потому что у него там с головой проблемы путина и видите какие законы он издает поэтому все может быть все может быть и ничего никто не сделает вы сделаете выездные визы запретят выезжать будут молчать все будут молчать я об этом уже говорил любой закон любой абсолютно который примут будут молчать абсолютно не возьмут автоматы не возьмут вилы не возьмут гранаты не будут делать переворот будут будут молчать хотя конечно сейчас то что происходит это это не просто захватили знаете жулики захватили страну и пытаются это эту страну я что-то начал про это что-то меня понесло и начал так ладно обрезай этот конец потому что говорю уже нашему системному инженеру давай вот про гранаты уже обрежь не надо а то там скажут что разжигаю национальную рознь вы согласен вы 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 Продолжение следует...